Глава третья Падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардахей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот Мардахею, зачем ты приступаешь повеление царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардахей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардахея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардахей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардахеев. В первый месяц, который есть месяц Ниссан, в двенадцатый год царя Артаксеркса бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день, и из месяца в месяц, и пал жребий на двенадцатый месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами, по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую. Тогда снял царь перстень с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману, отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно. И призваны были песцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам царским и к начальствующим над каждую областью и князьям у каждого народа в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письмена через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Глава четвертая Когда Мордахей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Исфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мордахей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Исфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней и послала его к Мордахею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафах к Мордахею на городскую площадь, которая пред царскими воротами. И рассказал ему Мордахей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список суказа, обнародованного в сузах, об истреблении их, чтобы показать Исфири и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю, и молила его о помиловании, и просила его за народ свой. И пришел Гафах, и пересказал Исфири слова Мордахея. И сказала Исфирь Гафаху, и послала его сказать Мордахею. Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван один суд — смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив, а я не звана к царю вот уже тридцать дней. И пересказали Мордахею слова Исфири. И сказал Мордахей в ответ Исфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. И сказала Исфирь в ответ Мордахею. Пойди, собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду так же поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну. И пошел Мордахей и сделал, как приказала ему Эсфирь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok